Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодняшняя наша лекция — справедливость в современном мире. В современном мире это большая проблема, но это не новая проблема. И вот эта акцентация на современности, она как раз связана с тем, что я хочу сегодняшний разговор повести издалека, из корней. Почему? Потому что справедливость — это очень важное слово, очень важное понятие. В том числе и особенно для русской духовности, для русской философии, для русского духа. Поэтому хотелось бы рассмотреть понятие справедливости, идею справедливости. Так это глубоко, основательно от самых её исток. И истоки о них коренятся в Древней Греции. Причём в самых развитых философских системах Платона, Аристотеля справедливость занимает едва ли не главное место. Скажем, два основных и крупных произведения Платона о государстве и о законах, они, собственно, и посвящены проблеме справедливого устройства государства. Вот главное — это чтобы государство было справедливо устроено. Поэтому рассматривать, что такое справедливость, как она действует, какие виды у неё есть, как устроено государство, как в них действует справедливость. И также Аристотель, его ученик, Аристотель проучился у Платона 20 лет в Академии, но он и учился, и преподавал. И тоже, скажем, три его такие общественные работы — политика, большая этика, некомаховая этика — они тоже в основном посвящены справедливости. И если не полностью, не на 100% именно справедливость, то справедливость является как бы основанием. Аристотель говорит, что общество, развитое общество, политики, если у них нарушается справедливость, они разрушаются. И мы-то сегодня как раз и переживаем вот эту вот эпоху, вот этот вот исторический период, в котором общества разрушаются, и в которых общества разрушают. Вот на наших глазах разрушают Россию. И, скажем, тут один текахский профессор говорит, что из Украины сделали передовой отряд НАТО. Причем Украина хотела в НАТО. Просилась в НАТО. В НАТО ее не берут. А передовым отрядом, пожалуйста, если вы хотите доставать, значит, каштаны из огня, за даром, не будучи членами НАТО, так, пожалуйста, мы вам все дадим, все обеспечим. Денег, инструкторов, оружие сколько хотите. Только воюйте против России. Россию не могли победить там Наполеон, Гитлер, Вильгельм Четвертый. Вот, ну а раз вы собираетесь, значит, победить Россию, и мы с удовольствием вам поможем, мы с удовольствием вас вооружим. То есть вот какие теперь проблемы встали перед человечеством. И чтобы разобраться вот и с проблемами, и со справедливостью, нужно об этом основательно поговорить. Итак, значит, Платон и Аристотель, они подвели итог развитию общественной мысли Древней Греции. И это была вершина древнегреческой мысли. Ну а что в основе-то их мыслей было? В основе мыслей Платона и Аристотеля. А в основе их мыслей была, если хотите, такая заветная мысль Древней Греции, которую на разные лады варьировали все мудрецы Древней Греции. Ну, знаете, наверное, что насчитывают семь знаменитых греческих мудрецов. Ну, семь – это вот такие знаменитые, наиболее известные, но разные мыслители, историки, вернее, разные. Они насчитывают там и 15, и некоторые 30 древнегреческих мудрецов. Но все-таки, значит, семь – это вот такое число, на котором как бы все-таки мир сосредоточился. Вот семь греческих мудрецов. И это были или основатели государств, или, значит, такие вот мудрецы, советами которых пользовались основатели, или это руководители государств, или какие-то великие общественные деятели и философы типа Фалеса. И вот главная мысль, которая звучит у каждого, и которая варьируется у этих мыслителей, она звучит на разные лады, но практически одинаково. А именно – следуй мере. Почитай меру. Все в мере. Или как Салон говорит знаменитый афинский правитель, ничего сверх меры. Ну, а что такое мера? Мера, она, ну, в наших, в обыденных таких отношениях, мера – это какая-то, значит, такая форма, которая, с помощью которой измеряют там или длину, мера длины, да, или вес, мера веса, или еще там объемы и так далее, и там подобное. Или, скажем, в русском языке, вот мера – это прямо-таки обозначает ведро. Кто-то покупает на базаре зерно. Отмер мне семь мер. И семь мер – это имеется в виду семь дегр. Там хороший большой мешок и помещается там пять-семь мер или пять-семь ведер, значит, зерна. Теперь, мера – это глубокая логическая категория, скажем, в науке логики Гегеля. Мера – это третья часть, третья глава учения о бытии, логике бытия. И он подробно рассматривает, что такое мера с логической точки зрения. Это такое довольно глубокое, скрупулезное рассмотрение на Суэц, оно к определению, что такое мера. Мера – это количественное качество или качественное количество. То есть это какое-то качество, взятое с количественной стороны. Ну и скажем, мера – зерна, да? Качество – зерно, а количество, значит, вот мера – ведро. Вот это вот мера ведро и есть, является собственной мерой. Но мера имеет еще и такой философско-религиозный аспект. Почему? Потому что это важнейшее отношение между людьми. И, скажем, поэтому он был древнееврейский, ветхозаветный закон Талиона, значит, по которому имеют каждому той меры, которую он заслужил. И, ну, по-разному он звучит, но известная такая формула – око за око и зуб за зуб. То есть если тебе выбили зуб, и ты имеешь право, значит, выбить зуб. Если тебе око выбили, ты можешь око тоже выбить, или там кто-то, твои помощники выбьют око. И так далее. То есть мера – это такое очень важное понятие, очень важное отношение в жизни. И мы, конечно, значит, ну, пытаемся в нашей жизни следовать мере, умеренности, разумные люди. Но они разумные, они, конечно, не следуют. И, скажем, вот когда нам показывают там американских мужчин и женщин 400-500 килограммов, вот мы понимаем, что это люди, которые долго нарушали миру, долго издевались над своим организмом и, конечно, пришли к такому нехорошему результату. Поэтому я думаю, что разумные люди, они следуют мере. Ну и базируясь на вот этом мировоззрении древнегреческом, значит, ещё древнегреческих мыслителей, древнегреческих мудрецов, Аристотель и Платон разработали систему понимания мира. И, скажем, я думаю, что вот до сих пор все размышления о мире, статьи, книги, они вращаются вокруг понимания Аристотеля. И дальше Аристотеля продвинулся один только Энгельс. Я потом ещё попозже скажу об этом. Ну а как понимает миру и справедливость Аристотеля? Есть у него такое очень простое определение, которое звучит так. Справедливость есть некоторое равенство, но только для равных. Ну и действительно, если равные люди равно поработали, им поровну заплатили, как говорится, нет проблем. Но этого мало. Аристотель продолжает. И справедливость есть также некоторое неравенство, но для неравных. И действительно, если люди не поровну поработали и не поровну заплатили, ну это нормально. Ну и тут касается не только оплаты, а любых каких-то действий. Но проблема тут заключается в том, что насколько они не поровну поработали. Скажем, один меньше поработал в 10 раз, чем другие, а получил только в половину меньше. А остальным, кажется, это не справедливо, ему переплатили. Или какие-то другие пропорции нарушаются. И вот эта пропорция между равенством и неравенством, она в конкретных делах трудно уловима и трудно различима. И она как бы имеет такой субъективный оттенок, а может быть даже не оттенок, а основания. У каждого свое представление о равенстве, о мере, о неравенстве, еще о каких-то таких делах. И возникают споры. Ну и одно дело какие-нибудь частные споры, а другое дело, что, скажем, в последние годы Советского Союза вот развернулась дискуссия. Причем дискуссия такая односторонняя. Возглавляла ее была такая дама, доктор экономических наук, академик, Заславская Татьяна Ивановна. Горбачев ее назначил директором Всесоюзного Центра исследования общественного мнения или мониторинга общественного мнения. И вот она, значит, писала статьи, что вот у нас уравниловка в Советском Союзе, и она все тормозит. И вот это главная проблема. Вот если мы решим проблему уравниловки, то, значит, все остальные проблемы решатся. То есть ей, академику, которая получала 1200 рублей, это так же, как и члены Политбюро, которая имела государственную дачу, государственную Волгу, шофером ее возил. Вот она считала, что ее уравняли с доцентами, и это несправедливо, и это надо как-то... И таких, значит, заславских была тьма тьмущая. Я говорю, они определяли вот эту вот линию, вот этот вой обуравниловки. Ну, а я как-то мобилизовался, собрался, товарищи подсказали, подтолкнули. Я написал, значит, статью другого рода, что я думаю по поводу вот этой проблемы. И я написал тоже статью о справедливости, это где-то был 88-й или 89-й год, который объяснил, что, конечно, проблема уравнительности и уравниловки, она есть. Тенденция уравниловки, да, она была. Но в обществе существовало, существует и интенсивно развивается проблема разделиловки, на которую почему-то никто не обращает внимания. Ну, и вот эта разделиловка, она фактически и привела к тому, что образовался довольно значительный слой людей, у которых было слишком много денег, и которые уже захотели превратить эти деньги в частную собственность. То есть, овладеть такими инструментами, которые могли бы быть средствами производства, с помощью которых эксплуатировать других людей. И именно эта публика сделала переворот и уничтожение Советского Союза. Поэтому, как видите, значит, проблема довольно острая, причем проблема, которая осознавалась в основном вот почему-то с точки зрения людей все-таки таких привилегированных, довольно, значит, живших в хороших условиях существования, а, дескать, вот те, которые мало получали, они должны еще меньше получать. И это, конечно, было очень несправедливо. Ну, и надо сказать, что вот эти вот законы справедливости, они все время обсуждались в истории, все время они, значит, находятся в центре внимания, и мы в повседневной жизни уважаем людей, которые справедливы, справедливо оценивают в ситуациях, значит, могут справедливо решать какие-то вопросы, могут справедливо судить и присуждать, значит, вину или оправдание. Но это вот одна сторона дела, значит, экономическая, можно сказать. Но Аристотель выдвинул и второй вид справедливости, который тоже существует и действует в жизни. Значит, он говорит, справедливость – это соответствие закона. Видите, как просто. Справедливость. Есть соответствие закона. То есть, если вы поступаете по закону, вы поступаете справедливо. Если вы живете по закону, вы ведете справедливую жизнь. Если вы судите по закону, вы справедливый судья. И тоже здесь как бы возражений нету, что да, действительно так. Ну и есть такой в этой связи вопрос, можно сказать, фундаментальный, во всяком случае, часто обсуждаемый и иногда резко ставимый. Есть ли вообще справедливость? Находятся люди, которые говорят, справедливости нету, нет справедливости в жизни. Ну вот, я думаю, что и тот, и другой взгляд, они односторонние. Что справедливость есть, более того, что справедливость господствует, тут, как говорится, никаких сомнений нет. Мне кажется, у здравомыслящих людей, у ученых, тут не должно быть сомнений. Жизнь, она движется и реализуется закономерно, она следует законам. И уже в этом смысле можно понять, что справедливость реализуется как целая, как тенденция. Но, конечно, в жизни есть и много несправедливости. Поэтому говорят о несправедливости тогда и вспоминают о несправедливости тогда, когда обостряются отношения или когда действительно проблема несправедливости, проблема низких зарплат, проблема бедности или еще что-то там такое. Но вот они становятся такими очень острыми, наглядными, бьющими в глаза. И тогда люди жалуются, что вот нет справедливости в жизни. Тогда как, значит, правильно отношение, оно заключается в том, что справедливость есть, мир справедлив в целом, и справедливость реализуется. Но это противоречивый процесс. Он отражает противоречие взаимодействия между людьми. Каждому справедливость кажется на особицу. Значит, каждый считает, что вот он-то понимает справедливость и действует справедливость, а другой вот не понимает. А другому, соответственно, кажется наоборот, что это он понимает, а значит, там кто-то другие не понимают. Ну и, конечно, жизнь справедлива. И если мы окинем взглядом хоть историю общества, там какие-то проблемы в обществе, хоть жизнь отдельных людей, мы видим, что жизнь, она в целом справедлива. Скажем, но вот такой проходимец был Березовский. Он наделал много зла и отдельным людям, и нашей стране. И то, что вот он так погиб, как-то нескладно в Англии, что он в бегах был 10 лет последних жизней, это вообще справедливо. Значит, ты вот жил так неправильно, ты вот, значит, вредил, ты хотел нажиться, хотел кого-то обмануть. Ты не хотел обмануть, а обманул миллионы людей, вкладчиков там разных в свои дела, в свои мероприятия. Поэтому твой вот этот вот закон, то, наконец, он, собственно говоря, справедлив. А чего ты хотел другого? Ничего другого. И быть, как говорится, не могло. И точно так же масса других людей. Посмотреть вот на них теперь в итоге. Скажем, Никита Сергеевич Хрущев. Ну, такой был глава государства, по всему миру ездил, везде там овации, подарки, цветы, публикации, фотографии. Ну, ухватил бога за городом. Прошло там 5-6 лет. Никита Сергеевича дали по шапке, с позором угнали на пенсию. И так он где-то вот помер. Пытались из него развить какую-то фигуру, такую противостоящую Сталину, и уничтожителя культа личности Сталина, ничего из этого не получилось. Так он остался с серой такой личностью, серятиной, которая, значит, фактически устроила начало контрреволюции в СССР, в дате которой, собственно говоря, и было разрушено. Горбачев. Тоже его встретили хорошо, молодой, энергичный, красивый, хорошо разговаривает так, общается на улицах с детьми, ездит по всему миру, там его встречают, пресса, фотографии, кино. Потом бах, где Горбачев? И вот сейчас тоже в Бигах, значит, то в Америке, то в Германии, то еще где-нибудь, значит, весь оплеванный, опозоренный. И я вот уже вспоминал несколько раз, и опять вспомнился поп Печушкин, который говорит, вот сравнивают Горбачева с Иудой. Это несправедливо. Иуда предал только одного человека. А Горбачев-то 300 миллионов людей. Ну и действительно, значит, это крупный такой мерзавец негодяй, и жизнь, собственно, с ним поступила справедливо. То есть вот все его вспоминают, ругают и так далее. Последний пример – Чубайс. Уж Чубайса клянут, я не знаю, все, наверное, люди, даже самые бабушки, которые ничего не читают, не смотрят, политика не интересуется. И те знают Чубайса и проклинают. И что Чубайс? И Чубайс теперь сам в бегах. Вот построил там, значит, дворцы, ему подарила английская королева, подарила ему дворец теперь в Англии. Вот он там вроде будет в покое жить. Какой покой! Оплеванный человек был тут тоже лидером таким, руководителем, всех тут, значит, устраивал, всех продвигал, одних возвышал, других снимал, но был таким выдающимся государственным деятелем. На самом деле выдающийся разрушитель. Разрушил все, что ему давали, начиная от российских электросетей, всех и кончая вот последним Роснаном. То есть наворал кучу денег. Ну и какой итог? Конечно, справедливо, что он в бегах, что он никому не нужен, что он всеми проклинаемый. И, конечно, значит, вот закончит эти дни, заканчивает, собственно говоря, вот таким вот покинутым, ругаемым человеком. Ну и других тоже можно много здесь видеть. И по отношению к обществу это тоже справедливо, в какой-то мере скажем. Вот сейчас народы бывшие СССР страдают, конечно, страдают. Но сказать, что эти страдания не заслужены, не справедливы, тоже нельзя. Почему? Потому что... А была большая борьба за сохранение Советского Союза, была борьба против Хрущева. Я имею в виду борьба низов. Борьба была, значит, против Горбачева и Горбачевщины. Была. Были силы коммунистические, в том числе и в Ленинграде, там Объединенный фронт трудящихся, инициативное движение коммунистов, России, другие движения, но оно было недостаточным. Поэтому контрреволюционеры не разрушили СССР. Ну так а что же вы хотите, если вы не боролись против этого? Или, скажем, вот народ сейчас, рабочие в том числе, жалуются низкой зарплаты. Да, зарплата очень низкая. Зарплата ниже европейских в 4-5 раз за одну и ту же работу. Вот та же работа, такого же уровня квалификации, в Европе стоит 4-5 раз дороже. Но нельзя сказать, что это несправедливо в России. Почему? Потому что у нас нет массового профсоюзного движения. Есть профсоюзные активисты, есть профсоюзное движение, но оно слабое. Массового движения нет. Скажем, вот смотрите, Франция там, эти желтые жилеты. Уже два года, наверное, уже третий год пошел. Каждую субботу собираются там, бунтуют, требуют. И так далее. У нас профсоюзное движение, оно зажато еще советскими лидерами типа Шмакова, оно подведено под буржуев, и оно работает в интересах буржуев, а не в интересах рабочих. Но товарищи рабочие не организуются, не борются за свою зарплату. Так если вы не боретесь за свою зарплату, как же она может быть справедливой? Она не может быть справедливой. Марс говорил, что значит профсносы, они входят в зарплату. То есть, если ты состоишь в профсоюзе, платишь взносы в профсоюзную кассу, участвуешь в профсоюзной борьбе, у тебя зарплата повышается. Повышается до стоимости рабочей силы, то есть той действительной меры, которая может быть осуществлена и при капитализме. А если ты не борешься, то тебе и твоей меры даже не дадут. То есть, тебя держат на голодном полке. Пойди, если у нас около 20 миллионов живут ниже, чем ты в бедности, то виноват не только Путин, виновата не только правительство, виновата не только буржуазия, виноваты и сами трудящиеся. Они не борются за свою зарплату. Если вы не боретесь за зарплату, то, как говорится, получите и распишите. Поэтому, видите, справедливость, она такая вещь обоюдоострая, амбивалентная. То есть, если вы боретесь, то справедливость более-менее осуществляется в вашу сторону. Если вы не боретесь, какая может быть справедливость? Вы, стало быть, не хотите, чтобы справедливость была. То есть, справедливость – это вот есть некоторое равновесие, некоторая мера, как говорили древние греки, или, как говорил Аристотель, равенство и неравенство, мироравенство и неравенство. Кстати, ну и советские социологи не придумали ничего лучшего, как вспомнить эту меру и с проблемой справедливости соединить. Где-то вот в 80-х годах популярным стало определение о справедливости. Справедливость есть мера неравенства допускаемого в обществе. Оно вот по форме, оно как бы вроде и похоже на аристотельскую мысль. что это действительно как будто некоторая мера равенства и неравенства. Но она формула фальшивая, причем допускаемого общества. Что значит допускаемого общества? Общество как целое, оно выступает только в государстве. Государство представляет общество как целое. А само общество расколото и состоит из многих многих группы интересов. Поэтому кто допускает эту меру неравенства или кто допускает такое неравенство в обществе? Неизвестно кто. Поэтому формула фальшивая. А мы фальшивые и логические. Скажем, вот эту мысль можно выразить противоположным образом, а именно справедливость есть мера равенства определяемого общества. Все равно сказать мера неравенства или мера равенства. Речь идет о мире. Ну и конечно она в какой-то мере объясняет справедливость, но уводит это в какие-то пустые разговоры. И кто там определяет эту меру равенства или эту меру равенства. И правильно подошел к этому только Фридрих Эмгельс, который, кажется, в работе к жилищному вопросу объяснил нам, что справедливость есть вознесенная на небеса, то есть в идеологической области, представление о современных экономических отношениях, то есть о справедливости, рассматриваемая либо с революционной, либо с консервативной стороны. Значит, вот справедливость где-то в идеологии, вот мы ее рассматриваем. И рассматривают ее обычно или с консервативной, или с революционной стороны. Кто рассматривает справедливость с консервативной стороны? Я думаю, что не надо тут всем пядей во лбу и меньшего понимать, что консервативно подходят к справедливости те, кто в существующих экономических отношениях, которые находятся в ситуации острого неравенства, они занимают хорошее положение. У них деньги, у них средства производства, у них богатство, и они хотели бы сохранить, консервировать эту ситуацию, консервировать своё благоприятное положение, благополучное положение. А кто рассматривает справедливость с реакционной стороны? Конечно, рабочие, интеллигенты, служащие, те, кто живёт на зарплату, как правило, очень низкую. Вот и вся проблема. Поэтому есть как бы два взгляда на справедливость. Березовские, миллионеры, им кажется, вообще жизнь справедлива. Вот они зарабатывают миллионы, миллиарды, потому что они много работают. Вот они талантливые люди, значит, и это справедливо, что они имеют дворцы, машины, акции, облигации и так далее. А рабочие, которые живут на зарплату, причём на зарплату очень низкую, еле сводят к концу с концами, они, конечно, рассматривают существующие экономические отношения и справедливость. Как? Несправедливые, которые нужно изменить. Они не революционеры, они не хотят быть революционерами, не хотят быть коммунистами, но их экономическое положение заставляет их так или иначе думать и действовать в революционном направлении. Они из-за своей жизни, они по приходи, значит, становятся революционерами, становятся волонтарями, становятся оппозиционерами, становятся пропагандистами антиправительственных, значит, идей. Почему? Потому что таково их экономическое положение, таково их социальное положение. Они вынуждены вести себя так. Вот, собственно говоря, и все. Но Энгельс продолжает, что справедливость – это лозунг буржуазной революции. И более того, значит, вот буржуазная революция, она в справедливости выставляла вперед равенство. Значит, справедливость – это мера равенства и неравенства, да? Так вот, буржуазия в конце XVIII века выкинула лозунг справедливости. Имеется в виду, конечно, буржуазная справедливость. И в этой справедливости выдан лозунг – она равенство. Она равенство какого хотела? Она хотела равенства юридического. Значит, у пометчиков было много привилегий всяких, они имели юридические преимущества, и в буржуазии хотела заполучить такие же юридические права, такие же юридические преимущества. И в этой революции она добилась этого юридического равенства, этих юридических привилегий для себя, которые выставляла как вроде привилегий для всего общества. Но Энгельс выясняет, что вот это равенство, тем более его юридическая сторона, она неудовлетворительна. Почему? Потому что она не решает экономического вопроса. Да, буржуазия получила права. Ее экономические преимущества, они только закрепились с получением прав. А положение и место, и бытие рабочего класса, оно только ухудшилось. Почему? Потому что рабочий класс, трудящийся, они не могут воспользоваться своими правами, потому что у них нет денег. Придут они в суд судиться с богатым, значит, ничего там они у богатых не отсудят. Почему? Потому что суд стоит на стороне богатых, и законы все писаны богатыми для богатых. Право есть воля господствующего класса, выраженного в законах, закрепленного в законах. Поэтому рабочим это равенство ничего не дает. Они должны добиться экономического равенства. Но, объясняют и Энгельс, и Маркс, и Ленин, что экономического равенства не добиться до тех пор, пока у одних есть средства производства собственности, а у других таких средств производства нет. другие вынуждены работать на первых. Поэтому для нас, говорит и Энгельс, и Ленин, проблема равенства сводится к уничтожению классов. Когда не будет классов, то есть когда не будет собственности, группы людей, у которых есть собственность на средства производства, вот тогда решатся вопросы равенства и соответственно справедливости. Конечно, мы стоим на точке зрения равенства. Нам нужно равенство. Равенство не в смысле уравнилки. Или вот некоторые чудят, что против Маркса, против Ленина, что вот они хотят уравнять всех людей, сделать уравнилок, а люди разные. Об этом никогда речи не шла. Речь шла об экономическом равенстве и об уничтожении классов. О том, чтобы не было частных собственных средств производства. Все. Никакого другого смысла вот в этом равенстве и в этом справедливости нет. Ну и, конечно, сегодня народ, он, в общем, уже просвещенный, и он уже, в общем, эти вопросы понимает. И обидно, что, несмотря на такую довольно большую нынче, да не нынче, а уже лет 10, это большая такая просветительская работа, в этих вопросах работают, значит, каналы, кружки, клубы, университеты, институты, которые разъясняют все эти проблемы. Но активности трудящихся в борьбе за равенство, за справедливость, в общем, большой не наблюдается. Там наблюдается, скорее, когда либералы поднимают, значит, молодежь, на какие-то там акции отдельные против Путина, против нынешней вот этой политики, особенно иностранной. Да, там такое оживление есть. Конечно, в воскресенье, в субботу делать нечего, вот можно пойти потолкаться на площадь, значит, пообщаться там, похулиганить, порезвиниться. Это можно. А вот для серьезной работы, повседневной работы и погружения в борьбу, особенно в экономическую, в политическую, пока вот такой активности нет. А я думаю, что нет все-таки, потому что пока вот такого осознания проблемы справедливости нет. А проблема, как я пытался показать, она, конечно, очень большая, глубокая. Она осмыслялась еще с Древней Греции. Она, значит, хорошо осмыслена и закреплена в величайших гениальных работах Платона и Аристотеля. в других последующих философах. Я думаю, что она даже вот в этой религиозной форме, особенно в форме православия, значит, как-то была осмыслена и развита в сторону, значит, от такой юридической практики на уровень сугубо таких человеческих отношений. И, скажем, вот в этом смысле Иисус Христос, ну или во всяком случае те тексты, которые с ним связаны, они как раз говорят о том, что даже право или справедливость на основе права, она ограничена. Почему? Потому что она подходит к человеку формально, грубо, как, значит, не учитывая его индивидуальных особенностей и не учитывая еще дальнейших отношений взаимодействий людей. Поэтому, скажем, Иисус и говорит, что если тебя ударили по левой щеке, поставь и правую. Если тебя просят верхнюю одежду, отдай нижнюю. То есть он как бы пытается не только вот этот закон древний, закон Толеона задвинуть куда-то, додвинуть, но пытается или рекомендует перевести отношения между людьми в такую братскую форму, в форму понимания или, как церковники говорят, в форму благодати. И в этом смысле, скажем, русская православная церковь, она вот этот момент очень схватила. И не случайно у первого такого русского богослова, у первого русского митрополита Иллариона, это XI век, значит, был философский трактат слова о законе и благодати. Вот закон — это ещё в значительной мере ветхозаветные отношения око за око и зуб за зуб, ну и другие юридические законы, которые на этом базированы. А он показывает, что вот христианство несёт вот эту благодать. То есть человечное понимание законов, человечное применение законов, учёт или даже опора на личностные и благожелательные отношения. И вот эта вот вот эта тенденция в православии, мне кажется, она и передаёт нам древнегреческую традицию. Поэтому в русском языке это очень хорошо отразилось. Русский язык, он в понятии истины сочетает правду и истину, истину как правду и истину как справедливость. Вот с одной стороны, значит, понимание, то есть истина как мысль, как мышление, как достижение правды всесторонней, и истина как справедливость. То есть действовать надо вот по правде. И тогда жизнь будет справедлива. Поэтому вот это вот сочетание правды и справедливости, даже корень здесь один, правда, да, и справедливость, тут праведность некоторая. Вот человек, который поступает справедливо, он как бы праведный. И праведники, конечно, они люди прежде всего справедливые. И вот это сознание и ощущение правды, справедливости, оно, мне кажется, что в русском народе оно больше, чем в других даже народах, как-то сидит в глубине. То есть инстинкт справедливости в нашем народе очень силён. Поэтому наш народ, значит, прислушивается к тому, что говорят наверху, или даже говорят там философы, публицисты, всякого рода. Но он и про себя знает справедливость, знает правду. И, в общем, от неё не отступает. Или, во всяком случае, не хочет отступать. И я думаю, что, поскольку это сидит глубоко в душе, значит, так и будет себя вести народ, русские его братские народы, с которыми мы все вместе живём. И вот это нас и выручает при всяких поворотах судьбы, при всяких поворотах жизни. Поэтому я думаю, что вот к этому инстинкту правды и справедливости надо добавить просвещение, надо добавить знания, в том числе, значит, и древнегреческие, и древнееврейские, и древнеевропейские, и древнекитайские, и другие, и с тем, чтобы хорошо понимать, что такое справедливость, что такое право, что такое правда, что такое истина, значит, и действовать в соответствии с вот этим своим пониманием. Действовать. Одного понимания мало. И как я вот на сегодняшний день думаю, что знаний уже довольно много, понимание уже довольно развито, значит, в народах России, но действия, воли пока еще недостаточно. А пора действовать. Дорогие товарищи, никто за нас ничего не сделает. Правительство действовать в наших интересах, видимо, не намерено. Но еще в каких-то там внешнеполитических делах вроде пытается что-то сделать, а что касается экономических отношений, повседневной убыд, повседневной жизни, но, в общем, пока ожидать трудно. К тому же и внешнеполитическая, мировая ситуация драматична. Мир капиталистический, буражный, разваливается, значит, кризис мирового капитала обостряется, поэтому тут, как говорится, все страны сейчас находятся в таком возбужденном и таком полуразв... не полу, а разваливающемся состоянии. И когда он придет более-менее к спокойствию, значит, сказать трудно. Поэтому мы, несмотря на все, будем воспитывать себя, воспитывать и закалять свой дух и действовать в соответствии с обстоятельствами. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok